Всем привет! Добро пожаловать снова на мой канал. В сегодняшнем выпуске Андрей Петров, Светлана Лобода, Филипп Киркоров, Елена Блиновская, Андрей Малахов, Анастасия Макеева, Светлана Малькова, Мирослава Карпович, Энрики Иглесиас, Кристина Асмус, Андрей Разин, Анастасия Волочкова, Карди Би и Виагра. Я безумно рад вас снова здесь всех приветствовать. Напишите, как у вас дела. Я для вас подготовил, как всегда, очередной выпуск новостей. Ночной сегодняшний выпуск с Андреем Петровым. Скандальный блогер Андрей Петров вернулся в Инстаграм после трех месяцев блокировки. И рассказал он, что за это время исполнил свою главную мечту и переехал из России на ПМЖ за границу. Ну и, кстати, он еще нам на что-то намекает и говорит, что как он сильно мечтал вернуться в Инстаграм и сколько карьер ему нужно еще разрушить. О чем идет речь, непонятно. Но, собственно, вашему вниманию могу предоставить некоторые его сторис. Прямую речь, заявление. Да, я упаду, но когда я встану, упадут все. Привет, ребят. Я был три месяца в блокировке. Моя страница вот эта была в блоке целых три месяца. Я не сидел вообще в Инстаграме. Если вы были на кого-то подписаны, это все фейки. Да-да, фейк у меня есть с двумя миллионами подписчиков. Это все хуйня, это все фейки. В общем, я три месяца не сидел в Инстаграме. Кстати, я больше не жил в России. За эти три месяца в блокировке Инстаграма я эмигрировал из России. Так что так, ребят, о причинах эмиграции расскажу завтра, уже ближе к вечеру. Пока что подписывайтесь на мой Телеграм-канал. Напомню, что его заблокировали Инстаграм за того, что было много жалоб. Для тех, кто забыл, напомню, была вот эта трагедия в России, неприятная в школе, над которой он усмехался. После чего он вызвал огромную волну негатива. Люди активно начали жаловаться на его Инстаграм. И в итоге Инстаграм его заблокировал. Все подумали, вот какой молодец Инстаграм. Но видите, три месяца прошло, и его аккаунт снова разблокировали. Но это было понятно и очевидно. Если бы не разблокировали этот, он бы создал еще один. И оказывается, у него есть еще один аккаунт от его имени. Он говорит, что это не его страница. Это фейковая страница. Но хочу заметить, что на этой фейк-странице больше двух миллионов подписчиков. Как бы мы с вами не относились к этому человеку, аудитория у него все-таки огромная. Любят его, уважают. Но, как говорится, это их право, их дело. И что самое удивительное, он также еще создал Телеграм-канал. На который за сутки подписалось больше 100 тысяч подписчиков. За одни сутки подписалось на него в Телеграм-канале. Живых людей, которые активные, соскучились за ним, следят за его жизнью. За что они его любят, мне сложно это понять. Но для меня Андрея Петрова это тоже какой-то феномен непонятный, необъяснимый. Но вот такие вот сегодня герои. Собственно, чьи карьеры он собирается разрушать, я не знаю. Он должен сообщить, куда он там переехал. Хотя мне, честно говоря, нет никакого до этого дела. Предполагаю, что куда-то в Европу, скорее всего. Недалеко. Но самое интересное, чьи карьеры он собирается загубить и что вообще он готовит. Какие у вас версии есть. Я знаю, что у них там со многими блогерами какие-то постоянные терки происходят. В общем, я так понимаю, что эта осень готовит нам много интересных премьер. И даже среди блогеров. В общем, будем наблюдать за всей этой историей. Чьи карьеры собираются разрушить Андрей Петров. Ну, возможно, на этом канале есть его поклонники. Так что радуйтесь. Ваш любимый кумир вернулся. В общем, смотрите его и наслаждайтесь, если хотите. Но мы переходим дальше. Вчера на Первом канале состоялась передача «В пусть говорят», в которой была главная героя. Кто бы вы думали? Елена Блиновская. Это самая Елена Блиновская, которую вообще никто не знал до недавнего времени. А пока она с размахом не отметила свой день рождения, на который она потратила там сто с чем-то миллионов. Как она утверждает, ну, в принципе, я и верю, потому что столько артистов именитых у нее там выступало на частных джетах. Они все прилетали, жили в роскошных апартаментах. В общем, кушали всю самую лучшую еду и так далее. Все это мы уже обсуждали с вами. И вот я тогда задался вопросом, кто такая Елена Блиновская, откуда она взялась, какой-то коуч-тренинг. Извините, для меня это все очередная мошенница, не более того. Но нет же, ее приглашают на Первый канал, чтобы это все обсудить. И я просто открыл рот. Вот серьезно, хотя, с другой стороны, а чему я удивляюсь? Первый канал, он всегда славился тем, что один трэш лучше другого. Но слава богу, что в этой передаче были люди, которые считают ее мошенницей и не поддержат. Хотя, конечно, были и те, которые рассказывали, как все замечательно и прекрасно, и как она им помогла. Значит, сидела там в качестве экспертов Катя Иванчикова, это солистка группы Айова, если вы знаете, несла такой бред, как по мне. Значит, она прошла марафон Блиновской и к ней пришла после этого песня. А Блиновская, напомню, у нее марафон желаний. То есть, вы ей платите деньги, и ваше желание исполняется. Ну, какой-то бред. И вот Катя Иванчикова. Во-первых, я был удивлен увидеть Катю Иванчикову в подобном шоу. Никогда не замечал ее. Я предполагаю, что, скорее всего, видимо, и заплатили хорошие деньги. Насколько я понял, у этой Блиновской очень большие деньги. У нее там и муж бизнесмен, и папа какой-то тоже непростой человек. В общем, там еще та семейка. Я так понимаю, что вот эти марафоны, это, скорее всего, для того, чтобы отмывать деньги. И не более того. На самом деле, зарабатывают они гораздо больше. И совсем не на этом. Это мои предположения, я могу ошибаться. Кстати, в этот же выпуск притащили и бывшего супруга Лолиты, того самого тренера по сквошу. Он же тоже у нас когда-то был в подобных марафонах, желаниях. Помним, как его Лолита спасала. Также еще там сидела бывшая соведущая Ирина Шихман на канале «Поговорить». Мария Вискунова с синими волосами. И тоже несла какой-то полнейший бред. Кривлялась. Как будто, знаете, человек уже взрослый уже. А велела себя какая-то, знаете, 16-летняя, неуравновешенная, невоспитанная девушка. Я понимаю, что она занимается примерно таким же, как Блиновская. Поэтому, естественно, ее в этом поддерживала. В общем, я так понимаю, что эта передача была неспроста. Я не понял ее цель. То ли отбелить Елену Блиновскую, то ли сделать дополнительную рекламу, то ли два в одном. Что, скорее всего, сидели там, восхваляли ее. Это очень было похоже на какую-то секту. Вот эти все люди, которые там ее боготворили. Но, слава богу, там были адекватные люди в лице Марии Арбатовой, которая прекрасно понимала, что это очередной бред, который нам пытаются впихнуть. И ее, конечно, вот эта фраза, эта отрыжка из 90-х, 90-е кончились, а лохушки остались. Это лучшая цитата из всего этого выпуска. Вижу все это, как такую безумную отрыжку 90-х, да? Но 90-е кончились, а лохушки остались. Судя по комментариям и дизлайкам, можно понять, что огромное количество людей не поддерживает Елену Блиновскую. И я безумно рад, что у нас, слава богу, достаточно огромное количество людей адекватных и вменяемых. Несмотря на то, что пришла осень, у многих обострение, но все же наши светлые умы остаются в порядке. Но потому что каждый нормальный человек понимает, что это элементарный развод для лохов. По-другому, извините, тут не скажешь. Что значит заплатите мне деньги, я исполню ваше желание. Чем больше вы мне заплатите, тем вероятность того, что оно исполнится, будет выше. Ну и к людям хочется обратиться, к тем, которые вот ходят на подобные курсы. Это, конечно, ваше дело, вы можете ходить, не мне вам указывать, куда нести ваши деньги. Но потом, когда вы в очередной раз останетесь без квартиры, без денег, без трусов, не нужно приходить на передачи и плакаться, и рассказывать, как вас кинули. Потому что вы это все делаете добровольно. И вас туда никто не тащит. Вы сами отдаёте деньги и плодите вот этих вот непонятных коучей, которые сегодня, в 21 веке, просто в этом году не повылазили, как грибы после дождя. Посмотрите, сколько их много. Ну и, конечно, там давал свой комментарий Филипп Киркоров. Он рассказал, что он тоже прикоснулся к этой святой женщине Еленой Блиновской. И, внимание, и они помирились со Светланой Лободой. Вот это вот уже интересная новость. Филипп Киркоров и Светлана Лобода зарыли топор войны, и теперь они снова друзья. Ну, по крайней мере, так сказал Бедросович. Лобода официальных заявлений никаких не давала, но всё это произошло на дне рождения у Елены Блиновской. Напомню, что и Киркоров, и Лобода выступали и развлекали эту барышню. И он считает, что именно благодаря Елене Блиновской и прикосновения к ней у них получилось помириться. Мне кажется, можно было просто позвонить и помириться. Елена Блиновская здесь вообще ни при чём. Ну, Киркоров, конечно, меня удивляет. Одно дело, когда он как индийская женщина выряжается и сходит с ума со своими приколами, носится по заграницам. Но другое дело, когда вот таких аферисток, как вот эта Блиновская, какая-то там Инна Теляшлинова, или как её, не знаю, тоже он там с какой-то психологом, с коучем, с которым он в Венеции сейчас отдыхает такая, с большой грудью. Теляшлинова, по-моему, её рыжая, в общем, такая, вторая аферистка, тоже её продвигает. То есть, понятное дело, что Киркоров это очень известный человек, о котором много говорят, много пишут. И, естественно, всем этим инфо-цыганам нужно присосаться к нему, подарить ему сумку там за 50 тысяч евро, ещё денег на карту кинуть. Потом-то они это всё отобьют, а он ходит и рассказывает, какие они молодцы и классные. Поэтому, Киркоров, ну, слушай, остановись уже серьёзно, это уже перебор. Поддерживать таких аферисток с Лободой бы помирились, благодаря тому, что ты к Блиновской прикоснулся серьёзно. По-моему, Киркорову пора ещё раз в Израиль мотнуться, в клинику полежать, прокапаться, голову пролечить, ну, честно. Ну, как говорится, деньги не пахнут, если платят, они будут готовы рассказывать нам всем всё, что угодно. В общем, передача состоялась, я был в шоке. Первый канал не устает пробивать очередное дно, но мы с вами не удивляемся. Кстати, кто смотрел этот выпуск, комментируйте. Вспомнил я Инна Тлеашинова, та мадам, которая тоже, кстати, давала свою комментарий в этом же выпуске. Как по мне, что это Инна, что это Блиновская, это просто самые, что не есть, инфо-цыгане и мошенницы, которые разводят людей. Ну и люди сами виноваты, которые вот так добровольно идут и отдают свои деньги. Ну и самая жирная точка всего этого мероприятия, всего этого фарса, по-другому не скажу, был выход Алены Блин, которая вышла, что-то там пожурчала, порассказывала. В общем, Алена Блин подлезала Елене Блиновской. Прям, честное слово, какое-то заклинание. Блин подлезала Блиновской. Ну, Алена Блин у нас славится тем, что она любит всем подлизывать, поэтому в своем репертуаре. В общем, кто смотрел выпуск, делитесь комментариями, все обсудим. Ну и с первого канала мы перейдем на канал Россия 1, потому что параллельно с этим эфиром шел другой эфир у Малахова. И как вы думаете, с кем, конечно, со Светланой Мальковой опять вот эта вся драма с Макеевой и так далее. Но мы думали, что там будет обсуждаться, как всегда, история Макеева и Мальковых, но нет. Они там решили вообще какую-то Санта-Барбару, завертели, закрутили, какая-то Гузель Хасайнова, Артемий какой-то, какие-то поклонники странные, которые 2,5 года там дарили подарки Анастасии Макеевой, потом он якобы его разлюбил. Ничего я не понял, что это вообще было. По-моему, даже Светлана Малькова не поняла, зачем ее туда позвали. В какой-то момент она хотела акцента больше на себе, мол, алименты не платит. А Малахов сказал, короче, Света, давай, помолчи, нам вообще это все неинтересно. Мы эту песню уже много раз слышали. Мне больше интересно, что это за мужик, который 2,5 года слал подарки Анастасии Макеевой, и та была в него безумно влюблена. Сценаристы и продюсеры, создатели этой передачи решили создать какой-то новый сериал под названием «Не до Санта-Барбара». А мне хочется обратиться ко всем этим людям, товарищам, которые создают передачу Малахова. Перестаньте пить тормозную жидкость, потому что это уже просто перебор. Какой Артемий, любовники, что вы несете, честно, это какой-то бред. Начали за одно, закончили за другое. Я не знаю, сколько еще серий Малахов снимет про всех этих персонажей. Мне даже страшно представить, на что способны его сценаристы, что еще они придумают. И сколько это все будет продолжаться, ну, никому, видимо, неизвестно. Вот видно, что человеку нравится в этом всем вариться. Это я сейчас про Малахова говорю. Но, судя по всему, Светлана Малькова его уже достала самого. Ему, видите, уже она неинтересна. Он даже и перебивал как-то, не давал ей вставить ничего. В общем, особо там нечего комментировать, поскольку в странной передаче заявка была на одно, а в итоге обсуждали вообще другое. Кто смотрел этот выпуск, делитесь своими комментариями. Но я в шоке от этих создателей, сценаристов, честно. Что еще они нам придумают? Переходим дальше. Мирослава Карпович откровенно побеседовала с подписчиками в Инстаграме на тему материнства и замужества. Не секрет, что в последнее время всех очень интересует личная жизнь звезды сериала «Папины дочки» из-за ее романа с Павлом Прилучным. Уже все знают, что у них роман. Ну и теперь многие думают, что у них будет скорый брак, тем более актриса не так давно отметила 35-летний юбилей, а детей у нее до сих пор еще нет. Ну и вы знаете, что в нынешних условиях, когда тебе 35 и у тебя нет детей, тебя же сейчас все начнут клевать и задавать вот эти странные вопросы, о которых мы уже с вами говорили, не тактичны, на мой взгляд. Но не хочет человек или не может. Какое вам дело? Зачем вы задаете эти вопросы? Ну в общем, люди у нас такие, они же всегда лучше знают. Поэтому без их советов, ну никак не обойтись. Я это замечаю даже на своем канале, сколько здесь советчиков. А давай вот так, а давай вот так, а сделай вот это, а не делай того. Иногда мне хочется сказать, а может вообще мне ничего не делать? Вы просто сами придете и все за меня сделаете, потому как, читая ваши комментарии, я прекрасно понимаю, что вы, наверное, профи еще тем. Но вернемся к Мирославе. Однако Карпович дала понять, что отсутствие у нее ребенка – это не медицинская проблема, а вопрос убеждений. И если ей верить, у нее не раз был шанс создать семью и стать матерью. Но она отказывалась от подобных возможностей, о чем ничуть не жалеет. И вот что она написала. Да, я не замужем, но, честно, несколько раз стояла на пороге этого события. Так складывалось, что судьба давала понять – нет. Это очень важное слово, которое надо научиться говорить, как себе, так и другим, даже очень близким людям. А иначе спина ваша согнется от груза постоянных на все согласие. У меня есть четкое убеждение, что на каждого малыша есть свое время. Никогда не опережайте события. Прежде чем что-то случается, мы должны быть к этому готовы. Сначала мы ползаем, а потом становимся на ноги. Не делайте сопротив. Природа тоже умеет сопротивляться. Вот так вот прокомментировала Мирослава отсутствие ее детей. Хотя, как по мне, могла просто ничего и не говорить. Собственно, это никого не должно волновать. Я считаю, что это не тактичный вопрос. А возможно, Мария просто не хочет. Я так понимаю, что она не просто так завела эту тему. Видимо, ее тоже подписчики достали уже с этим вопросом. У нас же люди умеют, знаете, задолбать. Одними и теми же вопросами. А почему не замужем? А почему нет ребенка? Тебе уже 35, ты уже старородящая. Все, конец, ты не успела. Давай, короче, до свидания. Все в этом роде. У Мирославы, видимо, накипело. И она решила ответить. Ну, в общем, комментируйте ее комментарии. Кстати, как вам эта пара Павел Прилучный и Мирослава? Нравятся вам они, нет? Что думаете, как долго они будут вместе? Кстати, как вы считаете, вот когда человек актер, актриса, вот, скажем так, из мира кино, там, шоу-бизнеса, им лучше создавать пару с себе подобным, имеется в виду, вот как они, да, он актер, она актриса. Или все-таки находить человека из другого мира, назовем это так. Ну, скажем так, не актера, а человека, допустим, там, врач или там продавец. Ну, неважно. Любой другой профессии, но не актерской и не связанной с творчеством. В общем, я о том, что, как вы считаете, брак лучше создавать себе подобным человеком или все-таки противоположным? Очень интересно вас послушать. Я считаю, что все-таки, наверное, и так, и так, хорошо. Тут все индивидуально. В общем, комментируйте, мы переходим дальше. 46-летний Энрике Иглесиас удалось одновременно обрадовать и огорчить своих фанатов новыми заявлениями. Новость о том, что уже совсем скоро выйдет его новый альбом, который фанаты ждали так долго, безусловно, просто не могла не заставить его фанатов почувствовать себя счастливыми. Однако, сразу же вслед за этим заявлением, Энрике сделал другое заявление, которым он уже огорчил всех своих поклонников. Он рассказал, что на этом он завершит свою карьеру. Как он объяснил это все, он уже давно задумывался о том, чтобы удалиться на покой. Вот как он это прокомментировал. Я размышляю на эту тему даже не месяцы, а последние несколько лет. В первый раз я задумался об этом еще в 2015 году. Вот так вот прокомментировал это все Энрике Иглесиас, кстати. Этот альбом будет состоять из двух частей, однако он станет последним в его карьере. В общем, Энрике Иглесиас выпускает свой альбом, новый. Можете радоваться, скоро послушайте фанаты, ну или тех, кому просто интересно. Но карьеру он решил закончить, поскольку он полностью хочет уйти в семью. Напомню, у него трое детей. Мне кажется, что завершение музыкальной карьеры Иглесиас станет, скорее всего, радостной новостью для Анны Курниковой. Напомню, что они уже 20 лет вместе с 2001 года, но не в официальном браке. И как показывает практика, штамп в паспорте необязательный для того, чтобы быть столько лет вместе, создать такую крепкую семью. 20 лет это очень много, с учетом того, что он красавчик, богатый. Кстати, когда-то по работе тоже приходилось пересекаться с Энрике Иглесиасом. И что хочется сказать, буду очень краток. Абсолютно спокойный, беспонтовый, никакого пафоса, ничего. Тихий, спокойный, скромный парень. Вот вообще, как будто его не видно и не слышно было. Максимально старается к себе не привлекать внимание. В общем, вот такая вот новость. Энрике Иглесиас, ждите новый альбом. Возможно, теперь он сделает официальное предложение Анне Курниковой. Кто знает, хотя я думаю, за столько лет вместе, нужно ли ей эта свадьба, как думаете? Комментируйте, мы переходим дальше. Еще немного новостей про Филиппа Киркорова. Значит, Киркоров закрыл один из своих бизнесов. Напомню, у него их много, как и недвижимости по всему миру. Много лет Филипп Киркоров владел компанией по организации детских праздников «Филпати», которую учредил после появления наследников. За эти годы работы они устроили несколько десятков громких вечеринок для звезд российского шоу-бизнеса. Но буквально накануне на светском рауте Филипп сообщил, что закрыл свой прибыльный бизнес. И вот как он это прокомментировал. «У меня закончился контракт с моим прошлым директором, который занимался данным проектом, поэтому его больше не существует». Но, судя по всему, произошедшее не сильно опечалило Киркорова. Он пребывал в прекрасном настроении и радовался встрече с друзьями. Но это понятное дело, поскольку мы знаем, что у Филиппа все схвачено, бедный он точно не останется. Поэтому то, что у него один бизнес закрылся, видимо, просто не такой уж он стал и прибыльный. Теперь он решил просто торговать лицом рядом со своими инфо-цыганами, которые ему дают, видимо, такие деньги, что никакого бизнеса не надо. Но это мои предположения. И, честно признаться, я даже не знал, что у Киркорова был подобный бизнес. А вы знали? Ну, теперь немного про Кристину Асмос мы поговорим. Она тут недавно пожаловалась на тяжелую работу актрисы на своей странице в Инстаграме. Вот что она написала. «Давление 200, кровь из носа, сон по 16 часов в неделю, уже много месяцев, лопнувшие капилляры в глазах, порванные связки на ноге, высокая температура раз в несколько дней, бессонница, задержка месячных на 2 месяца». В скобочках пишет «Я не беременна». «Головная боль, регулярно севший голос, голодные диеты, а мне только 33». Сказать, что физически и ментальное здоровье в критическом состоянии, ничего не сказать. Я ждала 20, 21, 22 сентября, мои единственные выходные, чтобы лечь в клинику не в Москве и лечиться. Молилась на эти дни и даже вела обратный отчет. Но один из моих фильмов хотел забрать эти даты на съемки, хотя не были их утвержденные дни. И если моя совесть позволит мне отказаться, то штраф и суд. Кристина Асмус находится сейчас в таком состоянии, когда ей действительно нужен отдых, иначе столько всего она написала. С одной стороны, с другой стороны, хочется сказать, ребята, зачем вы себя так загоняете? Вот я иногда смотрю там разных блогеров, актеров и так далее. Они же сами хватаются за все подряд, потому что вот сейчас какой-то пик или что ли, или у них такой страх, что вот не дай бог, если они от чего-то откажутся, то им больше никогда ничего не предложат. Я все это прекрасно понимаю. Но нужно же себя беречь. Зачем же себя загонять до такого состояния? И потом это зачем все нужно будет? Ради чего? Когда ты заработаешь денег, и у тебя не будет уже никакой радости, потому что все здоровье ты угробишь, психику себе окончательно сломаешь, и потом что? Ведь много публичных людей, знаменитых, которые вот так вот пахали-пахали, хватались за все, а теперь вот то с бутылкой, то на запрещенке, то еще где-то в клиниках лежат и психику свою лечат, потому что они спать не могут, и депрессии затяжны и так далее. Я считаю, это перебор. И тут не касается даже дела работы актрисы, хотя я ни в коем случае не буду говорить о том, что это легко и просто. Для меня это вообще, мне кажется, невозможно. Лично для меня работа актером это что-то на грани фантастики, я бы никогда не смог. Это слишком сложно вживаться в роль каждого человека, проживать ее, это же можно с ума сойти. Знаете, мы не живем ради того, чтобы работать. Я понимаю, что страхи от того, что в какой-то момент мы можем остаться без денег, еще что-то, они присутствуют, но не позволяйте всем этим страхам и мыслям доводить вас до такого состояния. Гоните все это к чертовой матери, вот честно. Ни одна работа не стоит того, чтобы вы себя угробили, потому что, поверьте, никогда потом никакой радости вам ничего уже приносить не будет. Никакие деньги, никакой успех, если вы себя загубите и психику, и здоровье. Это самое главное. Самый главный человек в нашей жизни, это всегда мы. Поэтому мы должны себя любить, беречь и не истязать, и не издеваться над собой. Надеюсь, что Кристина Асмус что-то с собой сделает, потому что я не знаю, что она хочет услышать от подписчиков, слова поддержки, но надеюсь, они ей напишут. Но опять-таки, она должна сама от каких-то проектов отказаться, или у них же есть менеджеры, которые договариваются со всеми разными проектами, значит, нужно поменять менеджера или провести с ней беседу, чтобы она дала тебе перерыв отдохнуть. Назовем так, пост о помощи или крик души от Кристины Асмус. Комментируйте. Ну и, кстати, как вы вот живете? Вы тоже себя загоняете в работе как сумасшедший, или все-таки жалеете себя? Пишите, все обсудим. В последнем ролике я рассказывал о том, что Андрей Разин там пригрозил Малахову, что он там какую-то информацию про него сольет, и, в общем, готовит какой-то скандал. Как я и предполагал, очередной какой-то, вот это, знаете, пук, который ничего не стоит. Уже Разин извинился перед Малаховым и удалил предыдущий пост. Вот что он пишет. Приношу извинения Андрею Малахову. Впредь буду немножко аккуратнее. И буду сначала проверять информацию, но, увы, к сожалению, после той передачи я попался на этот фейк. Также хочу обратиться ко всем моим подписчикам и знакомым. В настоящий момент команда юристов, которые обхаживают Юру Шатунова, идут на любые провокации в отношении меня. Поэтому будьте очень внимательны и аккуратны. Они звонят судьям с использованием правительственных связей, предоставляют суд членами Совета Безопасности, депутатами Государственной Думы и запугивают представителей судов. В связи с этим мы обратились в прокуратуру и управление собственной безопасности МВД с просьбой провести проверку по этим фактам. Мы не допустим провокации в отношении меня. Все виновные в организации подобного давления на систему правосудия будут установлены и наказаны. Вот так вот написал на своей странице Андрей Разин. Как я и говорил, шума много, криков много, а толку никакого. В общем, вчера он кричал, что все, Малахов, тебе конец, я все расскажу. Сегодня он так странно извинился, потом это быстро все перевел на Юрию Шатунова. Я вообще не могу понять, что у них там происходит. Видимо, очередные суды. Это какой-то ужас. Видите, вот эта вот история, продюсер-исполнитель, это навсегда, это навеки. Юра Шатунов и Андрей Разин по сей день судятся. Насколько я помню, по-моему, Андрей Разин крестил детей Юры Шатунова или кого-то из детей. Ну, в общем, неприятные все эти ситуации. Видите, как только касается вопрос денег, все, у всех крышу сносят. Все люди забывают о том, что они люди. Ну, один Андрей Разин, я уже говорил, скользкий такой тип. В общем, наблюдаем дальше за всей этой историей. Эх, опять попкорн выбрасывать, а я только запас 7. Думаю, ну вот сейчас, Малахов на Разин, Разин на Малахова. Будет о чем поговорить, но нет. Быстренько обо всем договорились. Я думаю, что никакой это не фейк был. Я так понимаю, что, видимо, друг на друга у них там серьезные компроматы. Видимо, созвонились, обсудили это все и решили, давай лучше не надо. Это мое мнение. Но вы комментируйте, мы переходим дальше. Анастасия Волочкова снова дает повод о себе поговорить. Значит, только мы обсуждали, как она сходила под елку, она решила пойти дальше. Выкладывает она, значит, вот этот пост, где она, в чем мать родила, и пишет. Поскольку после моего писания под елку у меня нет отбоя от федеральных каналов, решила сама поделиться своими фото без каких-либо скрытых камер. Вместо того, чтобы из-под тяжка снимать мою жизнь на участке моего же дома и как свора лающих шавок толпиться под моим балконом с осуждением меня, вместо того, чтобы жить своей жизнью, а не моей, можно было спокойно попросить меня лично поделиться моим фото. Раз многих так интересует мое тело, решила поделиться от первого лица, обнажив перед вами помимо тела еще и душу. Спасибо, Настя. Там еще на три листа А4 текста, я не буду его читать. В общем, Настя решила, что нам мало ее пятой точки было, ее шпагатов, ее купальников. Она решила просто раздеться. Ну, спасибо, хоть прикрыла все нужные места. Вы знаете, вот смотрю я на Настю Волочкову, вот несмотря на весь тот трэш, который она делает, она мне не вызывает никакого негатива. Я не знаю, почему, вот правда. Вот не вызывает она мне никакого негатива. Ни Дана Борисова, ни Анастасии Волочковой. Мне их где-то по-человечески жаль, а где-то они меня просто веселят. Но вот никакого зла у меня по отношению к ним нет. Ну, Волочкова есть Волочкова, ну что ты тут поделаешь? Главное, вот честно, чтобы ничего у нее плохого не случилось, потому как мы все с вами понимаем, что все-таки женщина перебарщивается алкоголем. Надеюсь, что никогда не произойдет того случая, который был уже с Даной Борисовой, или, не дай бог, еще хуже. В общем, комментируйте нашу Настеньку, мы переходим дальше. Ну и одна из самых главных популярных звезд в Голливуде. Карди Би наконец-то родила. Теперь она мама двоих очаровательных детей. Напомню, что год назад она обвинила своего парня, мужа, рэпера Offset в абьюзе, и заявила, что отношения разрушены окончательно и бесповоротно. Но на то и не абьюзивные, как видим, примирение прошло результативно. И вот очередной ребенок. Надеюсь, что в этот раз все-таки у них будет все хорошо. Надеюсь, что потом мы не будем обсуждать всем миром, как у нее там, оказывается, тоже много всего плохого происходило. В любом случае, это прекрасная новость. Рождение детей – это всегда замечательно, поэтому давайте просто поздравим с тем, что она снова стала мамой и подарила жизнь новому человеку. Кстати, Роман Мальков еще высказался по поводу этих передач у Малахова. Пишет он пост на странице Анастасии Макеевой. А все почему? Потому что якобы его страницу заблокировали. Честно, не слежу за ним, поэтому даже не в курсе был. И вот что он пишет. Так как мой аккаунт в очередной раз заблокирован, вынужден написать на странице Насте. Я официально обращаюсь к неуважаемым мной Малахову и программе «Прямой эфир». Газеткам Дниру, вокруг ТВ и остальным, которые поддерживают травлю ни в чем не повинного человека, моей жены Анастасии Макеевой. Когда вы остановитесь, постоянные скорые потери голоса. И сейчас в очередной раз была вызвана скорая. В этот раз увезли на срочном порядке в больницу. Сейчас она под капельной со мной. В общем, дальше не хочу читать уже. Я просто в шоке, честно. Вот вы сами пошли на все это, устроили эти шоу, потому что если бы вы промолчали и не давали никаких бы комментариев, ничего бы этого не было. Я не верю, честно, никому. Ни Макеевой, ни Малькову, ни Мальковой Светлане. Они уже туда и детей вплели в эту всю историю. Честно, отвратительно и мерзко это все наблюдать. Все, чего я хочу, чтобы это все закончилось. Но судя по всему, когда за это взялся великий продюсер Малахов, это надолго. Ну а этот питомец Мальков, слава богу, хоть аккаунт его заблокировали. Я бы такой бы, чтобы всем им поблокировали инстаграмы, и на этом все закончилось. Комментируйте, что думаете по этому поводу. Ну а теперь про группу Виагра. Вернемся снова в нашу любимую историю. Значит, участницы нового состава группы Виагра Ульяна Синецкая, Ксения Попова и София Тарасова в эфире передачи ЖВЛ, которая 6 сентября вышла, в эфире канала 1 плюс 1, прокомментировали обвинения в домогательствах в адрес их продюсера Константина Меладзе со стороны певицы Ани Лорак и поддержавшую ее Оле Поляковой. Съемки передачи проводились еще в начале июля. По словам авторов сюжета, участницы группы не верят словам Ани Лорак и Поляковой о том, что Меладзе мог их домогаться. И вот что они говорят. Нападение – это удел глупых и слабых людей. Пусть нападают дальше. Мы на это смотрим со смехом, смеемся. Мы знаем, какой этот человек на самом деле. Странные комментарии, конечно, они дают, но я их прекрасно понимаю, поскольку они же сейчас работают под руководством Маэстро, поэтому что бы они еще могли сказать. Честно, я вообще удивлен, что до сих пор эту тему начинают обсуждать. Я думал, что она уже сошла на нет, уже все про все забыли. Но нет, видите, канал 1 плюс 1 решил нам всем напомнить. Съемки они делали еще летом, а выпуск вышел только вот 6 сентября. Почему так долго не выпускали, у меня вопрос тоже к ним. Там тоже, видимо, пивт какой-то тормозной жидкости. Если 3 месяца назад вы это все сняли и только сейчас показываете, когда это все уже особо не актуально. Но в любом случае, девушки высказали свое мнение, им смешно, они посмеялись. Но мы с вами знаем, что смеется тот, кто смеется последним. Посмотрим, насколько долго получится этим милым прекрасным дамам удержаться в этой группе. И дай бог, чтобы потом, через несколько лет, в какой-то из передач не пришли эти девушки и не рассказывали, как их домогался Маэстро. Хотя, я думаю, вряд ли это произойдет, поскольку, мы с вами знаем, Вера Брежнева там жестко держит своего Меладзе за одно место, поэтому вряд ли что-то у него уже получится. Взялась, так взялась Вера за него. Теперь уже никуда не денется он от нее. Я почему-то думаю, что потом Меладзе придет на какую-то передачу и будет все то же самое рассказывать про Веру Брежнева, потому что в этой паре, мне кажется, она уже карабас-барабас и абьюзер. Но это я прикалываюсь, конечно, надеюсь, вы это все понимаете. Ну и заканчивать сегодняшний выпуск я буду прекрасной историей, которая произошла в Австралии, на другом континенте. В австралийском городе Атертон Доберман схватил зубами годовалого ребенка и спас его от ядовитой змеи. Кэтрин взяла собаку по кличке Хан из приюта. Она знала, что с собакой жестоко обращались в прошлые хозяева. Когда Добермана забрали, у него были переломаны ребра. Австралийка решила, что Хан станет хорошим другом для ее годовалой дочери по имени Шарлотта. С собакой ребенок действительно сразу поладили. В начале августа Хан начал вести себя странно. Кэтрин почувствовала, что он чем-то беспокоен, но не могла понять, в чем дело. Затем она увидела, как пес подбросил девочку, схватил ее за памперс и перебросил через себя. Женщина испугалась за дочь и поспешила забрать ее у собаки. Тогда она посмотрела вниз и увидела молгу, смертельно ядовитую змею, которая проползала по тому же месту, где за несколько секунд до этого сидела Шарлотта. Девочка могла бы погибнуть от укуса змеи, если бы не быстрая реакция Хана. Однако рептилия укусила собаку. Ее срочно отвезли к ветеринару, где ему вкололи противоядие. Пес, слава богу, выжил. После этого случая в семье его считают героем. Как бы это странно ни было, но герой сегодняшнего дня Доберман по кличке Хан, который спас маленькую девочку от ядовитой змеи. Вообще, конечно, я наслышан о вот этих всех мерзких рептилиях, которые живут в Австралии. Их там просто нашествие и всяких пауков ядовитых. Ой, я прям это так все не люблю. У меня от одного только вида змеи, я уже весь бледнею. Честно, у меня они прям вызывают какой-то страх, ужас, мерзость. Да. Спасибо огромное этой милой, доброй собаке, Доберману Хану, за то, что он спас ребенка. И слава богу, что его спасли, несмотря на то, что змея его укусила. Ну, а вообще, конечно, таких историй очень много. Как видите, не только люди делают хорошие дела, но и наши братья меньше. И вот тоже еще одна история. 12-летнюю девочку, которую преследовал агрессивный незнакомец, также спасла собака. Только это уже было в Америке, штат Огайо. Когда девочка заметила слежку побежала к дверям магазина, преследователь выскочил из машины и попытался схватить ее и утащить с собой. Однако на помощь ребенку прибежала собака, которая охраняла эту территорию. Собака отбила его от ребенка, даже его немного покусала, но, к огромному сожалению, ему удалось убежать. И, к сожалению, его до сих пор не нашли. Но, тем не менее, девочка спасена, поскольку мы с вами знаем, сколько пропадает детей. Это просто жуть. Слава богу, что вот видите, как они это чувствуют, как они понимают, что им нужно спасать. Я не знаю. Все-таки собаки — это невероятные умные создания. Так же, как и коты. Кстати, очень много историй, когда и коты так же спасают. И от собак, и от змеи, и от чего только угодно. Любите животных, потому что они этого достойны. Видите, они своей жизнью рискуют ради того, чтобы спасти вас. Имя добермана из Австралии я знаю, хан, а вот собачки из Америки я не знаю, как звать. Но, в любом случае, огромное им спасибо. Всем нашим братьям меньшим за то, что делают нас лучше и за то, что рискуют своими жизнями ради того, чтобы спасти нас. Вот такие вот замечательные две истории были. Надеюсь, они вам понравились. Ну что ж, я буду заканчивать сегодняшний выпуск. Давайте, пишите свои комментарии, критики, замечания. Я все себе пишу, выписываю. У меня уже целая папка. Я потом вот это все соберу и зачитаю. Все ваши предъявы в мой адрес. В любом случае, спасибо за то, что не остаетесь равнодушной. Огромная благодарность всем и каждому за поддержку этого канала. У нас здесь образовывается самая лучшая комьюнити на Ютубе. Доброе, настоящее, не токсичное, что самое главное. Потому что сегодня это вообще очень сложно. Столько много токсичности, вот этой грязи везде. Стараюсь сделать так, чтобы все было спокойно, ровно, чтобы никто не уходил после просмотра ролика с дергающимся глазом или с пеной у рта, или его там колотило так, что он потом спать не мог. Поэтому, видите, многие вообще замечательно высыпаются под мой голос, что очень тоже замечательно. Поэтому всем огромное спасибо. Души вам благодарен. Не забудьте поставить палец вверх, прокомментировать. Для тех, кто не подписался, нажимаем сейчас на кнопку подписка. Не нужно сомневаться, это правильное решение. Вот я вас уверяю в этом. Вы не ошибетесь, честно. Ну и как всегда, вы помните, мы услышимся в следующем видео. Всем хорошего настроения. Скорых встреч. Пока-пока.